Иваново, провал в Золотом кольце или будущее туристическое мекко? Ответ на этот вопрос искали столичные туроператоры и ательеры, приехавшие в наш город на экскурсию. Своими глазами они хотели посмотреть, стоит ли советовать клиентам Иваново в качестве точки в туристическом маршруте. Город невест на карте Золотого кольца, но сейчас его обычно объезжают стороной, а зря считают специалисты. Туристическое будущее есть у всех. Момент, как это все преподнести. У Иваново есть свои плюсы. Это советское время, конструктивизм советский, так сказать. Количество храмов, количество монастырей, они неким образом, скажем так, удручают самого туриста, и туристу уже становится неинтересно. Вот Иваново, оно как раз-таки может разбавить это все. Глоток свежего воздуха – это глоток конструктивизма. Уставшим от посещения церквей и монастырей туристам будет интересен дом-корабль, подкова, здание птица. Мэр Владимир Шарыпов уверен, нашему муниципалитету есть что показать. Находясь в нулевой точке, по наличию туристов, тех, которые действительно интересуются культурой, историей нашего города, нашей страны, для нас это хорошая точка старта. Потому что всем уже порядком, жителям наших столиц, надоел и Владимир Суздалим, и Ярославль, собственно. А Иваново – это что-то может быть новое, и мы можем сюда привлечь достаточно большое количество людей, я считаю. Свои шаги в туристическом бизнесе Иваново только начинает. Пока есть проблемы с инфраструктурой. Туристов, особенно если будут большие потоки, нужно кормить и размещать в гостиницах. Сейчас их привозят в музеи классического искусства, подчас забывая о таких небольших, но удивительных частных экспозициях, как музей советского автопрома, например. Нет какого-то, я не знаю, пункта в городе информационного, когда ты можешь туда прийти и сказать, и получить какую-то информацию, какие-то карты, навигационные какие-то системы для своих мобильных устройств. То есть вот этого пока, к сожалению, нет. То есть мы еще и выполняем роль, скажем, а куда еще можно сходить. И мы пытаемся на пальцах объяснить, потому что у нас нет, скажем, отсюда, как к туристу добраться, на общественном транспорте. То есть мы вот как-то сами пальцами, руками показываем, куда еще люди могут сходить. Поток желающих посетить родину Первого Совета и познакомиться с ивановскими невестами увеличится и благодаря запуску «Ласточки», уверены гости. За это отельеры и туроператоры бесконечно благодарят в Рио губернатора.